После заморозка прошло 2 недели. Сегодня мы с вами смотрим, как восстанавливаются те кусты, которые подмерзли. Но также поговорим с вами о формировке таких кустов. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству. И на деле зовут меня Светлана, я биолог по образованию. Виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Как я уже сказала, после заморозков прошло 2 недели. Вот сегодня кустики раскрыли, мы уже видим, да, здесь какое-то движение. Они начинают восстанавливаться. Конечно, начинают восстанавливаться по-разному. Смотрите, в данном примере в основном у нас все идет, ну, скажем так, от головы куста. Здесь плодовые стрелки. Вот, была отмершая. Да, вот какая-то почечка пробивается. Ну, в основном, конечно же, все от головы. И смотрите, мы будем с урожаем. Это Чарли. Это Чарли, вот он на всех побегах, да, закладывает в кладушки. Особое внимание хочу обратить вот здесь. Видите, вот почка основная пошла, подмерзла. Вот она пошла запасная и одна, она с гроздочкой. То есть у Чарли может плодоносить из замещающих почек. Ну, и смотрите, касательно формировки, да, и всего остального. Сейчас нам надо думать о том, как этот куст нагрузить. Вот это самое важное. Поэтому, как бы нам не хотелось его сформировать правильно, да, все-таки мы основной упор делаем на нагрузку. И пока что мы ничего не проламываем, ничего не убираем. Будем смотреть, как он дальше будет развиваться. Ну, и уже по осени, опять же, будем смотреть, что у нас тут будет, как его обрезать. Кстати, тоже, опять же, обращаю внимание, вот это был жирующий побег в прошлом году. Тоже он подмерз. Вот, из него пошли пасынки, да, и вот пасынки мы обрезали, в общем-то, на кордон беликовый. Ну, видите, не получилось, подмерзло. Поэтому будем формировать заново. Ну, и, конечно, вот в данном случае нам имеет смысл выращивать, скажем так, новые рукава. Вот, раз побег хороший, мощный, два побег хороший, мощный. Наверное, вот этот вот пойдет, три. Ну, и где-то что-то еще. Ну, опять же, будем смотреть по осени. Пока никаких нормировок, никаких проломок, ничего не делаем. Будем наблюдать за кустом и уже смотреть по факту. Как он себя будет вести, тогда и будем принимать решение. Вот это у нас эталон. Тоже, видите, в основном все идет от головы. Здесь, скорее всего, что, хотя он есть, один зеленый побег, но, видите, судя по всему, еще и проводящие пути, они тоже подмерзли. Да, бывают такие морозы, которые повреждают, в том числе, и проводящие пути. К сожалению, то есть это наша проблема, ну, и проблема заморозков. Здесь, видите, вот хороший пошел побег. Здесь вроде бы тоже вот этот, скажем так, проводящий путь хороший. И вот этот побег можно будет, он расположен неплохо, оставить на плодовую стрелку. Ну, тоже пока никаких нормировок мы не делаем. Будем ждать и будем смотреть, наблюдать, как он будет себя вести. Здесь у нас пальчик ли, тоже будет урожай. Тоже в основном все отбивается от головы куста. Хотя, вот смотрите, опять же, подмерзший был побег, пошел новый. Здесь подмерзший, пошел новый даже два. Вот двойничок мы здесь, может, и уберем, а этот пусть останется. Дальше тоже, смотрите, вот я убираю поврежденный. Ну, вот видим, зеленая почечка пошла. Ну, вот на этой плодовой стрелке тоже идут молодые зеленые побеги. Видите, пока все это небольшое. И пока мы тоже это не трогаем ничего. Смотрим, наблюдаем. Да, к сожалению, вот будет у нас такое, как я это называю, кудло. Мы будем с ним разбираться. Потому что самое важное нам нагрузить куст, чтобы он не жировал. Вот здесь у нас черная вишня. Тоже, смотрите, она головы отбивает. Затем вот были плодовые стрелки повреждены. А вот на краешке остались. Видите, какая здесь красота. Ну, вот здесь можно немножко проедить. А что, очень густенько. Какие-то вот, да, вот, смотрите. Видите, побег как бы нормальный-нормальный. А здесь какие-то вот непонятно. То ли двойничок, то ли тройничок. Вот это можно убрать. А то тут уже слишком много всего. Вот. А вот эти, ну, пока что, пока что не убираем. Опять же, наблюдаем. Я просто знаю, что черная вишня, она очень сильно росла. И опять же, нам что надо сделать? Нам надо ее нагрузить. И в дальнейшем по формировке. Вот это наши плодовые стрелки. Здесь уже мы ушли далеко. То есть по нашей формировке как бы все хорошо. Да, у нас смещенная зона плодоношения, но мы ушли далеко. Поэтому здесь все потом будет обрезаться. А вот снизу будем думать, что оставлять в дальнейшем на плодовую стрелку. По-хорошему, по-хорошему нам надо было бы, чтобы у нас вот здесь были побеги. Да, но как они вырастут, непонятно. То есть пока вот он маленький, молодой. Но опять же, нам надо нагружать куст. Вот это самое важное. Что здесь корневая мощная, куст мощный, да, а побегов больше половины погибло. Так что наша задача нагрузить, а уже по осени будем думать, что нам нужно будет оставлять на плодоношение на следующий год. К сожалению, получается, да, что сложновато здесь рукава сформировать. Ну, тоже черная вишня, смотрите, плодоносит на первых почках. Конечно, не все побеги, да, но много здесь холостых. Опять же, мы все это холостое оставляем. Ну, вот тоже есть. Есть и с гроздочками. Поэтому будем нагружать. Конечно, мы такие кусты не кормим ничем, кроме сульфата калия. Опять же, дабы не стимулировать их рост. Вот здесь вот, смотрите, у нас двойники на краях. Вот эти двойники мы вообще смело оставляем. Опять же, для чего для нагрузки? Вот толщину, посмотрите, побег тут сколько-то, сантиметров 25, да, толщина уже, ну, какая. То есть надо грузить и грузить и грузить куст. Единственное, что мы можем сразу, вот здесь внизу, мы понимаем, да, что там у нас ничего нельзя будет оставить на плодовую стрелку на следующий год. Можно, конечно, вот те далекие заворачивать, но, понимаете, не нужно. Это неудобно. Если бы у меня был альтернатив, один вопрос, альтернативы есть, да, есть побеги снизу. И вот эти побеги снизу, вот сейчас мы можем наметить, что у нас может пойти на плодовые стрелки на следующий сезон. Посмотреть, что у нас как удобно растет. И вот возле них, если есть двойники, то можно их выломать. Вот здесь пытаюсь показать, замечательно растущий, хороший, крепкий побег. И вот это вот двойничок. Ну, я уже так не извернусь, чтобы показать полностью. То есть вот этот двойник мы убираем, он нам не нужен. В данном случае вот это у нас будет плодовая стрелка, затем будущий рукав. Поэтому вокруг них мы себе намечаем и двойнички выламываем. И сколько таких оставлять? Вот лучше оставить запасы, потому что, опять же, мы не знаем, какой будет сезон. Мы не знаем, как все это будет расти, поэтому всегда лучше оставить запасы. Мы вообще используем усиленное плодовое звено, поэтому у нас плодовых стрелок, как правило, 8. Ну, видите, да, процесс идет, восстановление идет. Вот здесь даже пошли. Смотрите, был двойничок, вот что-то начинает идти. Этот сухой мы уберем. Молоденький побежек пошел. Здесь такое тоже что-то. Пока мы сильно не убираем. Опять же, почему я вам говорю, что это куст сильнорослый, и нам его надо нагружать. Если вы видите, что кустик слаборослый, что как-то не очень он на все это реагирует, то, конечно, вот таких уродцев нужно будет убрать. Вот это у нас спонсор. Тоже, видите, вот подмерзло. Да, и он так красиво по лозе просыпается. Там от головы куста тоже много всего. Ну, вот хороший побег на плодоношение на следующий год, на плодовую стрелку. Ну, здесь пока вот такое уже кудло всего. Ну, видите, вот какое оно мощное такое, толстое. То есть, опять же, что надо? Надо дать нагрузку. Конечно, совсем вот такие уродливые побеги. Вот видите, тут непонятно, сколько точек роста. Вот он такой и будет потом, уродец. Вот такой можно убрать. Вот здесь тоже двойник. Вот такой никакой. Если двойник красивый, аккуратный, тогда мы его оставляем. Опять же, если он нам не мешает на плодоношение на следующий год. Вот смотрите, здесь какой красивый двойничок. В данном случае мы не убираем. Тем более, что у нас еще, видите, по шпалере места хватает. Не будет загущать. Поэтому все это можно оставлять. А вот еще, смотрите, покажу. Будущий рукав должен быть. Пока что это плодовая стрелка. Будущий рукав. Вот замечательно расположенный побег. На следующий год, на плодовую стрелку. Ну, здесь вот у нас какие-то недоразумения. Мы их убираем. Здесь, опять же, у нас недоразумение. Убираем, чтобы у нас рукав был в дальнейшем. Тут, опять же, пасынки прошлого года. Без лишних побегов, да, желательно. Ну, вот этот вот можно убрать. Тем более, тут все равно очень густо. То есть, конечно, мы максимально оставляем эти побеги. Ну, когда совсем густо, тут тоже нехорошо. Все, убрали, убрали, убрали. И вот этот хороший, классный. Ну, тоже он нам здесь мешает. Да, совсем мешает. Вот. Мы его убрали. Получим вот такой вот рукавчик. Да, и здесь плодовую стрелку. Все как нам надо. То есть, вот здесь и проводимость хорошая. Нам не надо было тут много чего выламывать. Место хорошее. Здесь все у нас хорошо получается. А вот на второй плоскости так не получается. Потому что, смотрите, вот у нас достаточно низко. Хороший, мощный побег. А дальше? А дальше вот идут то, что запасное было. Вот оно просыпается такое. Непонятно. И как оно вызрит, как оно себя поведет в дальнейшем. Непонятно. Пока это не трогаем. Пусть куст грузится недели через две. Посмотрим, если они останутся такие вот совсем коротенькие, непонятно. Мы их уберем. А так вот у нас, опять же, хороший побег на будущую плодовую стрелку, на будущий рукав. Ну, вот, кстати, еще пример, смотрите. Тоже мощный побег. Он, конечно, наверное, будет жаровать. Но что делать? Скорее всего, что он тоже у нас пойдет на плодовую стрелку. И вот он двойник. То есть, вот, в данном случае нам двойник не нужен, мы его убрали. А в остальных случаях можем пока что двойники оставлять. Опять же, мы наблюдаем, смотрим, если у нас вот здесь потом становится густо. Мы не знаем, как эти побеги расположить. Мы видим, что они друг другу мешают, загущают. Да, тогда мы будем проламывать. Но пока что, пусть все это будет, чтобы кусту было куда девать свою силушку богатырскую. И еще один момент. Будет отдельный ролик, где мы поговорим об этом подробно. Но существует такой миф, что нельзя оставлять побеги из старой древесины на плодовой стрелке. Я вам показала, что кусты есть, которые сильно подмершие. И, в общем, там только от головы куста мы сможем что-то оставить. Вот, смотрите, здесь две плодовые стрелки вышли из старой древесины. И что мы видим? Мы видим здесь плодоносные побеги. Поэтому бояться оставлять побеги, которые растут из старой древесины на плодовой стрелке, не стоит. Тем более, когда у нас нет других вариантов. И еще пару слов о перспективах. Вот этот семус, он у нас в прошлом году подмерз. Но у нас в прошлом сезоне в мае две недели стояли ночные морозы, где-то минус 4. Поэтому были повреждения и была же роща лоза. Тем не менее, смотрите, у нас побеги с гроздочками. Побегов таких много. Нагрузка здесь будет нормальная. Так что, если мы поработаем в сезоне хорошо, да, нагрузим куст, то вполне можем получить нормальный урожай в следующем году. Ну и, скажем так, быстро восстановить куст. То есть, как видите, кустики восстанавливаются, да, начинают расти. И, конечно, нам надо будет приложить усилия с ними поработать, да. Где-то у нас что-то получается не так, как надо, да. У нас не получается такая формировка, как мы хотим. У нас где-то отсутствует урожай. Ну, что поделать. Как есть, так есть. Главное, что куст восстанавливается. И сейчас, повторю еще раз, наша задача дать ему нагрузку, чтобы у него вызрела лоза. Если вызрит лоза, значит, в следующем году мы будем с урожаем. Ну, разумеется, никаких других катаклизмов не случится. Ну, а на будущем мы сделали выводы, да, мы знаем, что от заморозков надо защищать и защищать хорошо. Ну, как видите, что мы сейчас сделаем, да, мы поливаем. Здесь почва очень сухая, здесь песок совсем ПГС. Поэтому даем кустику силы, даем разгон, чтобы он набирал побыстрее свою зеленую массу, догонял своих собратьев, да, и чтобы все успел вызреть, скажем так. И вот здесь еще спонбондом накроем, видим, не убирали, и еще накроем, вот еще этим лозом дадим тепла. Но вот эти, они у нас в лучшем состоянии, поэтому здесь уже спонбонд уберется и уже будут расти так, как растут. Ну, недельки через две еще посмотрим, может быть, еще что-то где-то проломаем, что-то где-то уберем. Отстающая такая вот, какое-то уродская, да, вот, типа такого, ну, это вот такое сейчас можно убирать. А по остальному подождем, что видите, вот побеги, да, они маленькие, они пошли из замещающих почек, но они хорошие. И кустик надо нагружать. Надеюсь, видео было вам полезно. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом нажав кнопку еще, ссылка на каталог нашу с ртовой винограды и наши контакты. И до новых встреч!